В этом выпуске про новые моды вы увидите ветеранскую броню Марк Тонг, прыжки веры в особых местах Скайрима, новый летательный аппарат в виде параплана, с которым можно покорить небеса драконьих земель, дооспехи адепта пыли и многое другое. И самый первый мод, ребята, у нас открывает, это броня адепта пыли, которая находится в Талиметрине. Это новая броня, которую добавили в Золстейм. Ну что ж, пойдем попробуем снарядить и надеть. В описании бода было написано, что находится где-то внутри Талиметрина. Ну что ж, я приду пока в дом Нелота, мэйби, где-нибудь здесь он есть. Здорово, старый, нужно искать где-нибудь полочки с броней. Ммм, где же может быть броня? Погнали искать и в другой дом, здесь нет. Я думаю, что где-нибудь должен быть в самом первом домике. Давай поищем вот тут вот. В аптеке? Серьезно? Дуня тут кроме Бухла ничего нет. Смотри, она даже пьяненькая сама. Понимаю, понимаю. Ах ты, старый пердун, так вот где была броня, ребят. Он спрятал ее в своей спальне. Во, лежит прямо на пентаграмме душ. Давайте заберем. Раз, два, три, четыре. По-моему написало, что я ее украл. Блин, это нужно было делать из-под тяжка. Ну конечно же, это его броня. И поэтому я считаюсь как вор. Блин, ну как же качественно выполнено, ребят. Смотрите на эти детали. Этот шлем мне напоминает из какого-то фильма. Не знаю, нечто похожее. Было очень давно старинный фильм. Мэйби кто-нибудь знает. Ну и, конечно же, броня. Тоже очень круто смотрится. Прямо видно, что это талиметринская броня. По всем канонам данмеров. Ну что ж. И теперь я, получается, тоже данмер. Не ношо. Могу. Давай, старые, сразимся. Причем, смотрите, ребят. Нелот считается как босс. У него огромная полоска. Здоровье! Бам! Все. Я убил Нелота. Теперь валим. Просто валим отсюда. Знаете, что мне в этой броне нравится больше всего? Так это. Вот эта вот клетчатая рубашенция, которую порвали и повесили на пояс. Это же мой стиль. Это клетчатая рубашка, лесник, все дела. Поэтому эта броня мне очень нравится. Несмотря на то, что это данмеры. Хотя клетчатые предметы у данмеров же были всегда. Поэтому оно и хорошо и вписывается. Но вот у нордов я не помню, чтобы такое было. Поэтому таких модов и не делают. Ну а здесь, на состейме, эта клетчатая рубашка с этой броней смотрится, ну прям, очень шикарно. Про следующий мод я пока не скажу. Но я думаю, ты понимаешь, что я сейчас накажусь пока что в Волкрите. В общем, нам нужны задние ворота. Здесь, у Волкрита. Бегаешь буквально 100 метров и... В общем, я думаю, что ты уже понял, что здесь происходит. Если нет, то это уже. Упал вот этот вот чел на параплане. Вот его этой штукенце. Вот он сам. Лутаем у него золото и такой вот журнальчик. Считаем новый журнальчик. И выясняем, куда нам дальше нужно идти. Просто следуем этому квесту. Смотрим на карте, куда нам нужно прибыть. Вот, ребят, появилась точка, которую мы еще с вами не знаем. Погнали. Судя по мини-карте, нам осталось совсем недолго. Поэтому думаю, что мы идем правильно. Добираемся до финиша напрямой. И здесь у нас, ребят, якобы новая локация. Вот оно. Я пришел. Блин, прикольно. Ну и здесь мы с тобой находим то, что нам нужно. Наконец-то. Вот оно. Параплан. Собираем его. На этом столе еще будет лежать книжечка по порыву Тамриэля. Призывает постоянный ветер вам в спину, поднимая вас на высоты. В общем, это заклинание нам точно понадобится. Теперь мы можем летать. Ну что ж, ребят, готовы? Погнали. Эм, нет, ребят, у меня почему-то параплан не заработал. Видимо, какие-то проблемы с установкой не месяца, потому что с ним у меня вечно постоянно какие-то конфликты. Но мод сам по себе работает, люди летают уже в скорее именно парапланах. Поэтому в любом случае мод очень даже годный. Теперь можно путешествовать по воздуху даже без дракона. Следующий мод, ребят, на мини-карту. Теперь после установки этого мода, вот теперь справа наверху появится мини-карта с отображением, куда нужно идти, разные маленькие детали и подсказки. Не помню, кто мне предлагал этот мод, Андрюха, по-моему, ты. Надеюсь, ты этот видос смотришь. Мне просто некуда было его впихнуть, и я решил его добавить сюда, потому что на этой неделе вышло очень-таки мало модов. И этот мод сюда отлично впишется. Теперь, ребят, видно на мини-карте всякие отображения. НПС нейтральный, который ходит. НПС врагов уменьшает с красным, это, наверное, уже все знаем. Хочешь протестим? Давай-ка мы загорим, пожалуй, кого-нибудь. Опа! И смотри, стражники у нас стали сразу красного цвета. Что означает, они наши враги. Следующий новый мод изменяет положение нашего персонажа, когда он стоит в боевом режиме. Например, как сейчас, да, героическая стойка. Также работают, например, оружие и щит. Давайте возьмем. Щита у меня нет, так что возьмем дуал оружия. Например, стальной меч в левую руку. Пожалуйста, тоже стойка поменялась. Теперь у нас герой стоит еще эпичнее. Берем самый простой обычный лук, и у нас тоже стойка изменяется. То есть он держит лук всегда на готове. Изменяется не анимация, а просто боевая стойка. Берем два кинжала в обрике и смотрим, как у нас герой стоит в обычном положении. В общем, теперь он как истинный убийца. Берем обычное оружие и, пожалуй, возьмем щит. Я его тоже раздобыл. И смотрим. Опа! Он убирает щит в бок. Тоже такая героическая боевая стойка. Данный мод будет работать со всеми модами на анимацию, которые не затрагивают такие же положения. Допустим, если у тебя установлены какие-нибудь боевые стойки, то с этим модом он будет явно конфликтовать и будет работать что-то одно. А все другие боевые анимации точно будут работать, потому что они никак не затрагивают наши с вами стойки. Следующий новый мод, ребят, добавит прыжки в Скайриме. Теперь можно будет сделать прыжок Веры. Есть 12 мест вообще по всему Скайриму, где это можно сделать. То есть они разбросаны вообще по всему. Я нашел один вот тут вот, в коллеге Винтерхолда. Я стою вот на таком вот уклончике. Его у вас изначально не будет. Только после установки этого мода нос появится. Тут внизу дверба. Просто выходите на этот балкончик, поднимаетесь сюда. И все. Отсюда можно будет прыгать. Опа! Давай попробуем еще раз. Готов? Давай! Опа! Прыжок! Блин, нужно оказывается всегда зажимать мышку. Если ты еще не понял, как работает эта штука, то ничего делать не нужно. Ты просто нажимаешь вперед и пробел. И лечишь. То есть на этих местах он автоматически воспроизводит новую анимацию. Тебе надо только держать эту кнопочку, чтобы правильно приземлиться. А не как я сейчас. Еще одно место, которое я нашел, ребята, вот здесь. Я думаю, что по деревьям, по кустикам вы поймете, где это. Это у нас тундровая болотистая местность, да? Давайте покажу вам на карте. Вот тут вот у нас это все болото. А вот тут у нас стою я. Прямо на этой скале. Думаю, можно определяться просто по скале. Думаю, так определишь. Ну что ж, прыгаем. Опа! Блин, кнопку. Главное кнопку держать. Если бы кнопку... Ах, неправильно, неправильно. Давай, друг, ты сможешь прыгать нормально. Я верю в тебя. Главный хороший нормальный полет. Давай. Да что ж ты? Давай, братан, лети. Лети, братанец. Я верю в тебя. Ну, почти. Пожалуй, я оставлю это бревнышко на вас, ребята. Попробуйте его пройти полноценно. Сможете прыгнуть до конца вон туда. Я нашел только два выступа, но их всего в Скайриме 12. Даже не представляю, где могут быть еще. Прыжки веры в Скайриме начинаются. Следующий новый мод, который вышел на этой неделе, ребят, это такие вот носорожки волосатые. Теперь вы их сможете встретить в Скайриме. Выглядят они, конечно же, ну очень круто. Здоровая ходячая машина для убийства. Урон эти носороги наносят очень сильно, ребят, поэтому будьте осторожны. Могут критануть, прям как великаны. И все, полетите на небеса. А еще, кстати, ребят, с них падают такие вот штукенцы. Кусок мяса. Давай мясо! Давай мясо! Следующий очень полезный мод-патч, который позволяет плавно работать двум важным модам. Это мод на 360 и мод на увороты. Теперь с этим новым патчем, который уже, кстати, накинулись и скачали уже много ребят. Эти два мода будут работать стабильно и плавно, как показано на видео. Проще говоря, стороны, куда можно перекатываться, не ограничиваются кнопками зад-вперед-бок-влево. Теперь персонажу будет подвластно все пространство. Для хардкорных модов, которые ваншотают с одного удара, эти два стабильных мода прям конфеточка дня получается. Оно и понятно, ведь этот мод-патч резко поскачиваем на неделе, вырвался вперед. Походу, мододелы мне услышали, когда я говорил месяц назад в видосе о том, что очень мало брони различных кланов данмеров и броню, которая к ним принадлежит. Потому как, ну, очень часто теперь начали выходить различные броньки на Измор Винде. Это броня Морактонг Грандмастера. Если вам нравится броня данмеров, которые часто начали выходить, то не забудьте поставить большой палец вверх. Смотри, я прям как Итача, над кровавой луной. А еще там вон сзади, повидишь, еще одна луна, это Саски. Ибо у него фиолетовое свечение, да, твайл? Ссылки на моды будут в описании. Ставь большой палец вверх и пиши коммент, какой мод тебе на этой неделе больше понравился. Также не забудь про группу ВКонтакте, где публикуется много крутых мемов и артов по Скайриму и другим играм. С тобой был Джудин, и еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok